Всем привет, дорогие подписчики, и добро пожаловать в Кристиан Лэнд. Об этом все говорили. Об этом говорил Кибайт, об этом говорил Кисимяка, об этом говорили многие-многие блогеры. И вот и до моих рук дошло героя Marvel 3D. Я сразу поясню, что это никакая не реклама, тем более кто мне будет платить на рекламу, у меня, блин, мало подписчиков и так далее. В общем, это на самом деле до меня дошло давно. Мне почему-то позвонили и сказали, что вы любите Marvel, я сказал да. Там сказали, что это компания Центаурия, и то, что они не хотят предложить подписку на коллекционные фигурки, очень крутые, типа журналы, постеры. Ну, я, конечно же, согласился и подписался. Я там вбил свою карточку и был готов платить за это каждый выпуск и так далее. Но, когда я увидел, что это такое, и сколько это будет стоить в дальнейшем, я сразу отписался и, блин, понял, что это не моё. То есть, это реально бред какой-то. Там будут стоить по 700 рублей наборы. Ну, не наборы, вот этот, получается... Ну, да, как наборы, получается, выпуски. 700 рублей за фигурку сомнительного качества и постер и журнал. Это много. За 700 рублей можно добавить ещё 300 рублей и купить фигурку Фанка. Поэтому я и отписался от этой рассылки, потому что, ну, мне такое не надо. И объясняю, почему я купил это. Во-первых, потому что это стоит 200 рублей. И во-вторых, потому что это первый выпуск. И я вас уверяю, это самый крутой выпуск. Цена-качество. Почему? Во-первых, потому что здесь крутая фигурка Человека-паука. И она действительно хорошая. Она не такая плохая, как многие говорили. Типа, вот она ужасная. Вы что, хотели за 200 рублей фигурку Hot Toys? Или что? В общем, и я купил для интереса посмотреть. И потому что здесь крутой постер, который я хочу наклеить в себя в комнате. Хочу им любоваться каждый день и так далее. А постеры, на самом деле, не дешевые. Если вот так отдельно их заказывать, они не дешевые. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас журнал с постером. Здесь у нас фигурка. Здесь у нас написано сенсация. Официальная коллекция фигурок Marvel. Первый выпуск 200 рублей. Всего 199 рублей. Но там, по-моему, с пятого выпуска будет написано всего 799 рублей. Кстати, зацените. Мой циферблат по Черной Пантере очень-очень крутой. В общем, давайте смотреть. Давайте сейчас я все распакую. У меня вот ножик здесь есть. Так. Где тут? Сейчас распакуем. Все, посмотрим. Что из себя вообще представляет эта вся серия? Потому что я купил это ради того, чтобы показать вам. Здесь на этом написано. Официальная классическая фигурка Marvel. Захватывающая досье персонажей. Эксклюзивный плакат большого формата. Пока что это обнадеживающе. Действительно круто. Вот так это все выглядит. Отложим фигурку в сторонку. И, кстати, она увесистая. Она прям увесистая капец. Что очень-очень круто. Так. Отклеиваем все. Так, достаем. Так, все. Я распаковал. Ножик нам больше не понадобится. И просто отрываем. Я уже вижу отсюда постер. И он шикарен. И только ради него стоит купить вообще это все. Ну, вот эта штука нам уже не понадобится. Здесь у нас Marvel Heroes Centauri.ru. Представляем уникальную подборку классических фигурок Marvel. Собери их всех с этим выпуском. Удивительный Человек-паук. Начинается вполне неплохо. И вот что у нас сзади. А вот сзади уже интересно. Вот сзади уже чертовски интересно. Вот. Еще я видел Железного Человека. Я его не взял. Потому что вы просто... Вот на фотке он ужасный. В жизни он еще ужаснее. В 500 раз ужаснее. Вот честное слово. Здесь дальше у нас идет Халкбастер. Халкбастер ужасен. Страж из Тора. Получается из Мира Тора. Из Асгарда. Тоже ужасен. Из этих всех я честное слово скажу. Кто мне нравится. Мне нравится Ави Голова неплохой. И может быть еще Вижен. И Человек-паук здесь самый крутой. Остальные просто ужасные. Веном может быть еще будет крутым. В общем скорее всего я может буду покупать эти выпуски. Но. Если там будет крутой плакат. И крутая фигурка. Если Веном будет шикарен. И он будет с паучком смотреться чертовски круто. То. Я буду покупать те серии. Те выпуски которые мне будут нравиться. Здесь написано то. Что Человек-паук покрашен вручную. Что это была тяжелая работа. Что крутая подставка. И так далее. Сейчас мы все с вами посмотрим. Давайте. Пожалуй. Начнем. С комикса. Потому что фигурку оставим на десерт. С комикса. С досье персонажа. Как нам пишут. Так. Боюсь порвать просто постер. Сейчас мы все сделаем. Так. Очень боюсь порвать. Но постер шикарный. Я что-то на подобие хотел. Но никак не мог найти. Кстати говоря. Я и на комик-коне не находил. И нигде не находил. И тут мне повезло. Что я купил вот эту штуку. И теперь у меня будет шикарнейший постер. Из классического. Человека-паука. Amazing Fantasy. Первое появление Человека-паука. В 1962 году. Прикиньте. Насколько это давно было. В общем. Вот так вот выглядит наш постер. Я его сейчас рассказать не буду. Потому что все равно он у меня. В кадр не войдет. Но. Хотя. Может и войдет. Сейчас. По крайней мере попробуем. Раскрыть его. Вау. А вот это уже действительно круто. Посмотрите. Здесь у нас крутые выпуски Человека-паука. Кстати. Совершенный Человек-паук. Который у меня есть. Конечно же. Удивительный Человек-паук есть. Тут есть пара арок. Очень крутых. Вот. Тодд Марфлейн здесь есть. Сейчас покажу вам. Вот. Видите. Вот. В углу Тодд Марфлейн есть. Также есть с Веномом. Крутой. Блин. Офигеть. А какой стороны вешать. Если честно говоря. Так-то и не выберу. Потому что они. Ну наверное. Этой стороной все-таки. Вот так выглядит наш постер. Здесь у нас Amazing Fantasy. Spider-Man. Ну вы увидели наверное эту обложку. Уже миллион раз. Не буду вам ее показывать. Очень круто. Мне нравится. И теперь осталось решить. Как повесить. Этой стороной. Или. Этой. Ну вы поняли. Той. Которой. Где у нас. Собраны многие комиксы. Также напишите в комментариях. Может у вас есть этот плакат. И напишите. Как вы его повесите. С стороной. С обложкой комикса. Или со стороной. Общей. Такой. С Человеком-пауком. Там многие крутые комиксы. Обязательно пишите в комментариях. Я почитаю. Я отвечу вам. Дальше. Давайте полистаем журнал. Быстренько. Я не буду даваться подробностей. Потому что вы 100% уже видели на ютубе. Я просто скажу свое мнение. Мне. Честное слово. Ну. Честное слово. Хоть мне и уже почти 18 лет. Но мне нравится. Вот действительно нравится. Я в детстве собирал карточки. Человек-паук. Герои-злодеи. Но к сожалению. Они у меня пропали. При переезде. Может их кто-то выкинул. В общем. Они пропали. У меня была полная серия. С коробочкой. Все дела. Много-много крутых комиксов у меня было. И это действительно что-то похожее. И я даже готов это почитать. Я почитаю. Может что-то новое узнаю. Допустим. Вот тут все костюмы. Я их все знаю. Кроме вот этого. Паучья броня. И блин. Если ребенку 8 лет. И он. Начнет читать вот такой журнал. Он. Действительно. Погрузится в мир Человека-паука. И много о нем узнает. И когда будет начнет читать уже взрослые комиксы. То он спокойно. Вникнет во все это комикс. И тематику. Во вселенную Марвел. И так далее. В общем. Вот так выглядит наша книжка. Очень-очень здорово. Мне правда нравится. Тут также его потрясающие союзники. И поразительные враги. Всех я знаю конечно же. И заканчивается. И здесь у нас выпуски. Два через две недели. Железный человек. Которую я не купил. Потому что он ужасен. Но обложка вот эта вот. Постер. Крутецкая. Идем дальше. Дальше. Дальше у нас такое предложение. Здесь есть специальное предложение. Подпишись сегодня. И получи эксклюзивные скидки. Вот мне эти скидки предлагали. От которых я отказался. Здесь у нас Дэдпул. Который выглядит весьма неплохо. Росомаха. Весьма неплохо. Третий. Четвертый выпуск. За 1000 рублей. То есть нам уже 500 рублей получается обходится. Один выпуск. Уже много. Здесь у нас то же самое. Но это все со скидкой. Но если у вас нет возможности сразу подписаться. То вам придется покупать их все по 700 рублей. По 500 рублей. Что очень-очень плохо. Что я вам советую. Я пока что вывод сделал такой. Не посмотрел всю фигурку. Потому что сейчас дойдем уже до фигурки. Я советую вам покупать те выпуски. Которые вам действительно нравятся. Если вам понравился допустим Росомаха. То почему бы и нет на самом деле. Вот у нас здесь Человек-паук. Сейчас я немножко сменю ракурс. Сейчас договорю. Если вам нравится Росомаха и постер к нему. То почему бы и нет. Купите за 500 рублей. В принципе не так много. Но 700. И каждый раз это покупать. Допустим 10 выпусков. Это 7000 рублей. Что очень-очень много. Так что вот мне допустим нравится Паучок. Я его обожаю. Фигурка неплохая. Постер шикарный. Вот я и купил. В общем вот мое мнение пока что насчет героя Marvel 3D. Давайте смотреть фигурку. И так вот так выглядит фигурка. Отлично запакованы. И арты по бокам мне очень-очень нравятся. Тут блин практически все герои Marvel. Все герои комиксов. И злодея я вижу. Тут Локи вижу. Все красный Халк. В общем все очень-очень круто. Берем наш ножик. И аккуратненько вскрываем. Боюсь повредить просто фигурку. А нет я ее кстати не смогу повредить. Потому что тут много защиты есть. Что кстати плюс. Обычно в киосках. Ну именно в таких наборах которые продают в киосках. Просто там кидают все. И всем все равно. А здесь за 200 рублей вы посмотрите. Это шикарно. Вы еще здесь можете вырезать вот эту штуку Marvel. И приклеить себе на стену. Чтобы выглядело еще круче. Так. А вот как у нас достается фигурка. И у нас остается вот такая вот штука. Которую можно поставить вообще вот так. И она будет смотреться офигенно. Вот это кстати круто. Вот это мне уже нравится фигурки. Итак давайте смотреть. Что это у нас такое. Итак. Все я говорю свое мнение. Мне нравится. Мне нравится. За 200 рублей я приобрел супер крутую штуку. Я. Это мое окончательное мнение. Я приобрел действительно крутую штуку. Жалко конечно что это не металлическая штука. Многие кстати говорили об этом. Почему не металлическая. Да вы в курсе что вот этот вот кусок металла будет стоить больше чем. Чем этот набор. Это 200 рублей. Просто я бы честное слово отдал бы за эту просто за эту фигурку. 300 рублей. Просто за нее. А тут еще и журнал и постер. И блин круто на самом деле. Очень очень круто. Сейчас я приближу. Чтобы вы посмотрели поближе. Здесь у нас эксклюзивный серийный номер. По которому мы можем понять что это ручная работа и так далее. В общем сейчас приближу. И мы посмотрим с вами поближе. В принципе говорить тут нечего. Классический человек паук. Здоровский. Костюм классный. И ну смахивает на ручную работу на самом деле. Но я утверждать 100% не буду. Может быть нас обманывают. И у нас на подставке Марвел. Что в принципе круто. Вот так поставить на полку. Будет смотреться очень очень здоровски. Итак мое мнение по поводу этого всего. Мне все понравилось. Первый выпуск однозначно крутой. Советую купить. Первый вас не разочарует. Это 100%. Дальше там посмотрим. Оставляйте свое мнение в комментариях. Пишите. Нравится ли вам герой Марвел 3D. Или нет. Может у вас какие-то выпуски есть. Обязательно пишите. Может у вас уже есть какой-нибудь Росомаха. Или сорвиголова. Тоже пишите. Чтобы я может быть себе тоже купил. По вашим отзывам. Также подписывайтесь на мой канал. И на группу ВКонтакте. Вы точно не пожалеете. Спасибо, что посетили Кристиан Лэнд. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok